Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. Куда уходит детство? В Бобруйске прозвучал республиканский последний звонок. Праздник, вот мы сегодня его проводим, чтобы создать такое хорошее праздничное настроение для нашей молодежи. Какая программа? Сезон охоты. В стране вместе с пульсом за окном активизировались клещи. Как не подцепить инфекцию? Необходимо одевать правильную одежду. Броуновское движение. Белшина в преддверии Дня химика провела эстафету. Это все посвящаю своей семье в первую очередь и работникам Белшина, людям. Кто прибежал первым? А также серьезные задачи, отмина рейсов и новая жизнь. В стране только за год, благодаря бесплатной попытке ЭКО, родили свыше тысячи женщин. Как осуществить мечту? До свидания, школа. Сегодня в Абруиск съехались лучшие умы из разных уголков страны. Порядка двух тысяч выпускников. Здесь прошел республиканский последний звонок. Приглашенные первые в своем деле – учебе, спорте и творчестве. Максим Кембель о празднике с оттенком гроздья. 11 лет – это целая жизнь, признается выпускница Екатерина Жирко, но пролетели они словно миг. Кажется, только вчера прозвенел первый звонок. Девочка получила свою первую десятку и обрела настоящих друзей. А уже сегодня с уткой грусти отличница третьей гимназии размышляет о новом жизненном этапе. Что в переводе с испанского «школа я буду скучать» – это навсегда в моем сердце. Да, именно с этим языком связаны главные победы и будущая профессия. Девушка планирует поступать в лингвистический. Финальный аккорд школьной жизни будущий переводчик запомнит навсегда. А на еще девять по бручам приглашены на республиканский последний звонок. Наша школа, она всегда выделялась чем-то подобным. И для меня в этом году представлять ее – это огромная честь. Очень сложно как-то поверить и осознать, что вот сейчас мы уйдем. Наверное, вот эти все ощущения не придут, ну, для меня лично немного позже. Возможно, уже когда мы сдадим все экзамены, потому что это для остальных ребят, возможно, сейчас вот окончание. Для нас это так подготовка к самому критическому этапу. С хорошим всегда тяжело прощаться. У нас всегда хорошие выпуски. Мы гордимся своими выпускниками. Они и в этом году наши выпускники хорошо сработали в течение года. Защитили честь нашей гимназии. Она, благодаря их работе совместно и с учителями, считается одной из лучших гимназий в области и в городе. Республиканский последний звонок – это грандиозная традиция. В этом году местом встречи выбран Бобруйск. Сюда приглашены почти две тысячи выпускников. Бобруйский район представляют более тысячи школьников. Да, впереди у будущих абитуриентов самое напряженное время – экзамены, ЭЦТ. Но это все потом. Ближе к полудню лучшие выпускники начинают прибывать в Бобруйск, а эффектно встречать в нашем городе умеют. В медицинском настроении гостям поднимают песни. В фолидже имени Ларина танцами. Все по высшему разряду. Да и с погодой сегодня повезло. Я широка река. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. 16.00. Выпускники собираются на Площади Победы – святом месте для каждого бобруйчанина. Цветы – дань памяти каждому, кто сражался за свободу и независимость нашей страны. Далее шествие по центральным улицам города. Точка назначения – Бобруйск-арена. Уже здесь самых лучших награждают грамотами и ценными подарками. Лично министр образования. К сожалению, пандемия в прошлом году не дала нам возможность провести этот праздник. Вот мы сегодня его проводим, чтобы создать такое хорошее праздничное настроение для нашей молодежи, чтобы они почувствовали все прелесть этого праздника, входа в новую взрослую жизнь. Потому что действительно перед ними открыты все пути, все дороги. И от них зависит, кем они будут, как они будут в этой жизни устроены, как они будут жить, как они будут работать на благо нашей Родины. Апогеем республиканского последнего звонка становится дискотека. Ребята веселятся души. Под лучшие хиты современности. Еще больше подробностей о том, как прошел республиканский последний звонок в Бобруйске. Смотрите завтра в вечернем выпуске новостей. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Спорт – это жизнь, так считают и работники Белшины. Накануне Дня химика сотрудники промгиганта вышли на площадку перед центральной проходной. В этом году свой профессиональный праздник Белшиновцы отмечают насыщенной программой. Один из зрелищных моментов – силовое шоу. На этот раз Дмитрий Куракин удивил коллег буксировкой. Общий вес груженной фуры – 18 тонн. Рекордсмен в скором времени планирует поставить новое официальное достижение – 35 тонн. В принципе, в мире никто не тянул машину, именно груженную продукцией, нашей, именно покрышками. Мы это сверяли, узнавали. Нигде в мире такого как бы не было, именно груженной продукцией. Тут есть КГШ, разные, разный наш товар. Ну, как бы, доволен и все. Это посвящаю, как бы, это все посвящаю своей семье в первую очередь. И работникам Белшины, именно людям, которые здесь работают. В программе также флешмоб, лихоатлетическая эстафета, армрестлинг, махи гири, перебрасывание митбола через планку и не только. Измененная цена, детская безопасность и рокировка планов. Белавия вынужден отменяет рейс в 8 стран. Кто в списке? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв. Об этом президент Беларуси заявил сегодня во время визита исполнительного секретаря Сотружества Сергея Лебедева в Минск. Глава государства предложил проработать этот вопрос к встрече президента в Минске этой осенью. По его словам, сейчас СНГ в основном своего рода дискуссионная площадка, где в том числе обсуждаются серьезные и важные вопросы. Белавия отменила полеты в Чехию и Финляндию. Это связано с решением правительств стран. В Финляндию и из нее полеты прекращаются до 29 октября. Рейса в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня. Белорусский авиаперевозчик отменил полеты в 8 стран мира. Пассажиры могут вернуть билеты без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия квитка. Для этого необходимо обратиться по месту покупки. В Беларуси в 2020-м благодаря ЭКО родила почти тысяча женщин. Напомним, одна попытка предоставляется парам бесплатно. Наша республика занимает 25-ю позицию в рейтинге. Самых комфортных для материнства государств входит в 50 лучших стран по ведению беременности и организации родов, квалифицированным медперсоналом. В стране продолжается акция «Внимание, дети!». Она продлится по 5 июня. В этот период автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. В Беларуси с июня изменятся цены на некоторые марки сигарет. В среднем стоимость вырастет на 15 копеек, а отдельные наименования, наоборот, станут дешевле. Белорусские производители и импортеры имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Охота на людей. В Беларуси с приходом тепла активизировались клещи. По всей стране уже фиксируют десятки обращений в клиники. С опасными паразитами можно встретиться в городских парках, скверах, на приусадебных участках. Медики предупреждают, клещи – возбудители серьезных заболеваний, таких как боррелиоз. Поэтому при обнаружении насекомого на коже нужно немедля обратиться к врачу. Собираясь в лес, необходимо одевать правильную одежду. Она должна максимально закрывать тело, ну, чтобы не было открытых участков тела. Это с длинными рукавами, плотно прилегающие манжеты, брюки заправленные в носки, высокие сапоги желательно. Клещи опасны не только для человека, но и для домашних животных. Особенно страдают собаки. Ветеринары рекомендуют делать регулярные обработки и использовать специальные ошейники. К вопросам недвижимости. Специально для многодетных семей стоимость квадратного метра в некоторых домах многофункционального комплекса «Минск Волд» от 700 евро в эквиваленте. Это шанс переехать в «Минск Волд», сделать выгодные инвестиции и задел на будущее. Подробнее в репортаже. «Минск Волд» – район молодых мамы с колясками, детские площадки. И крупнейший застройщик заинтересован, чтобы в новый район, который строит по принципу города в городе, переселялись молодые семьи. Ведь у каждой семьи со стабильным доходом должна быть своя квартира. И сейчас, и только сейчас дополнительный бонус для многодетных. Стоимость квадратного метра в некоторых домах от 700 евро в эквиваленте. В «Минск Волд» выполняются сразу несколько условий. Выгодная цена, качественная инфраструктура и достаточная площадь. Хорошо, когда у каждого своя комната. В этом отношении многофункциональный комплекс «Минск Волд» – идеальный вариант. Купить квартиру здесь можно за собственные средства, в рассрочку до 100 месяцев или с применением партнерской кредитной программы от «Бел Инвестбанка». Новоселье не придется ждать много лет. В комплекс ежемесячно сдаются новые дома. Стройка идет ударными темпами. Семья Надежды Горкуши по акции купила квартиру в доме «Монреаль» в квартале «Северная Америка». Удалось сэкономить значительную сумму, которую теперь можно потратить на ремонт. Мы выбирали между готовыми домами. И поэтому наш выбор пал на «Северную Америку», «Монреаль». И плюс у нас еще материнский капитал задействован. Как бы половину, часть квартиры мы погасили материнским капиталом. Мы выбирали квартиру еще исходя из того, что была акция. И это очень приятно. Это такой большой бонус для нас, что мы сэкономили очень большую часть денег благодаря именно акции. Выбирали не просто квартиру, а стиль жизни. Здесь город в городе строится. Все в шаговой доступности будет. Школа, детский сад. Так как нас трое, деток, поэтому нам это очень удобно. Площадок много очень. Есть где с ребенком поиграть. Самое важное, когда выходишь на улицу, бывает, что и негде. А здесь очень мне нравится. Минск World – это территория площадью более 3 миллионов квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость. А еще 12 школ и 8 детских садов, взрослые детские поликлиники, кафе и магазины. Все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта. Что касается жилья, то это новый стандарт комфорта. В нашей квартире большие окна. Мы когда зашли, очень этому удивились. У нас свободная планировка. Мы уже с мужем начали планировать, как мы будем делить комнаты, как что у нас будет. Очень нравится, особенно окна. Еще нравится очень вид. Красивый, очень красивый вид из окна. У нас квартира высоко находится. И еще панорамный лифт. Это, конечно, впечатляет. Сердце комплекса – международный финансовый центр, который станет площадкой для создания тысяч новых рабочих мест и позволит привлечь в страну иностранные инвестиции. Комплекс строится с опережением сроков, а застройщик давно завоевал лидирующие позиции в отрасли, реализовав в Минске несколько амбициозных проектов, среди которых «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», где живут тысячи семей. Время изменить жизнь к лучшему и вам, особенно сейчас, когда для этого созданы все условия. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok